В Казанском университете продолжает свою работу, выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 для студентов и преподавателей вуза. У меня никто из родственников не болел, я тоже не болела, просто решила обезопасить и себя, и родственников на будущее. 19 апреля в Казанском университете прошла всероссийская акция, посвященная жертвам преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы же вспомним все то, что происходило ранее, посмотрим фильм и в дальнейшем оставим частичку памяти, для того, чтобы можно было через время узнать то, какие у нас были чувства. Топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делятся опытом работы в СМИ и креативной индустрии. И все это с 19 по 21 апреля в Казанском федеральном университете. Не врать, это реально единственный рабочий инструмент. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. В Казанском университете продолжает свою работу выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 для студентов и преподавателей вуза. Все подробности далее. В Казанском университете продолжается вакцинация спутником ВИИ среди студентов и преподавателей. Число желающих растет. Так, в четверг привилось около 100 человек. Прививка делается дважды. После введения первого компонента вакцины спутник ВИИ должен пройти 21 день. После вакцинации не нужно мочить прививку, переохлаждаться, перетруждаться, ходить в спортзалы, в бассейны и не принимать спиртные напитки в течение трех дней. Потому что организм и так нагружен, он работает, вырабатывает антитела. После прививки студенты поделились с нами, почему важно прививаться. У меня никто из родственников не болел, я тоже не болела. Просто решила обезопасить и себя, и родственников на будущее и упростить себе жизнь. Потому что сейчас лето и предстоят поездки в другие страны, можно сказать, где открыты границы. Я думаю, ковид еще не закончился, нужно быть осторожным, поэтому важно иммунитет поддерживать и возможности, получается, обезопасить себя. У меня родственники, получается, почти вся семья переболела. Вот, я в тот момент был с ними, но не заболел. Поэтому, думаю, у меня, конечно, иммунитет хороший, но береженого Бог бережет. Желающие привиться также могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А, запись по телефону 2-33-30-00. Елизавета Никитина, Виолетта Баса, Вунивер-Ньюс. В Казанском Кремле состоялась церемония награждения по итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие. Древний Болгар и остров Град-Свияжск» и первого этапа проекта создания сети полилингвальных образовательных комплексов «Адемнар» в Республике Татарстан. Благодарственное письмо вручили директору Института филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радифу Замалединову. 19 апреля в Казанском университете прошла Всероссийская акция, посвященная жертвам преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Подробности в сюжете. Великая Отечественная война. Событие без срока давности. Память о соотечественниках, погибших во Вторую мировую войну, стала главной темой Дня Единых Действий в России. Посвященные ей лекции прошли в Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте управления экономики и финансов, Институте психологии и образования и на юридическом факультете Казанского университета. Сегодня мы покажем фильм, расскажем ребятам о том, что происходило в этот день, и они напишут письмо самому себе в будущее. Лекция будет прочитана про Великую Отечественную войну, но мы, конечно же, вспомним все то, что происходило ранее, посмотрим фильм и в дальнейшем оставим частичку памяти, для того, чтобы можно было через время узнать то, какие у нас были чувства. В рамках мероприятия был показан документальный фильм без срока давности. Личное восприятие событий времена Второй мировой войны студентам предложили отразить в виде письма потомкам. Во время приветственного слова первый проректор КФУ Минзарипов Рияз Гатаулович на церемонии открытия Всероссийского ежегодного образовательного форума Russian PR Week отметил, что все медийщики – идеологи. Они должны не просто манипулировать сознанием аудитории, а ставить перед собой задачу воспитывать высоконравственных граждан. О том, каким опытом может поделиться Россия в области маркетинга со всем миром, расскажем в следующем сюжете. Топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делятся опытом работы в СМИ и креативной индустрии. И все это с 19 по 21 апреля в Казанском федеральном университете. Первый спикер – директор по бренд-коммуникациям Ксения Панькова. В интервью для нашего телеканала она рассказала о своих ценностях в продвижении лакшери-бренда. Не врать. Это реально единственный рабочий инструмент. Вообще в лакшери-сегменте ключевое – это история. И когда ты рассказываешь историю и показываешь ее со всех сторон, не приукрашивая, потому что там уже очень много, что ты можешь копать и что ты можешь использовать, люди чувствуют эту искренность. И второй принцип – ты не продаешь. Тебе не нужно, чтобы человек выбрал тебя. И когда ты не насаждаешь людям это, они чувствуют, что у них есть выбор, они больше доверяют, и они понимают, что это действительно люкс, это уровень, тебе не нужно ничего доказывать, ты уже и так про себя все знаешь. Это принцип «принимай меня такой» или «уходи». Мы привыкли ориентироваться на западные тренды Америки, но в России тоже колоссальный опыт, который мы можем экстраполировать на весь мир. Самый главный опыт – это организация очень классных мероприятий, о которой говорят все бренды, с которыми мы сотрудничаем. У них нет настолько продуманного желания предвосхитить вообще все, что может произойти на мероприятии и создать вау-эффект. У нас в России он есть. Это откликается нашу менталитет, когда ты заходишь и все такие «боже мой, как круто». И очень часто, когда, например, штаб-квартиры делают глобальные запуски, присылают нам гайдлайны, они прямо в письмах мне пишут французы, говорят «Ксения, вот так вот мы делали в Нью-Йорке, так мы делали в Париже, но вы можете особо не смотреть, потому что в России будет круче, пришлите нам концепт, мы его в следующем году имплементируем, потому что вообще-то вы делаете намного класснее, чем мы, мы о многом не думаем. Иногда они даже на этапе подготовки мероприятия уже с нами советуются, и они даже советуются на этапе подготовки коллекции. А как вы думаете, каким образом вот ее лучше презентовать, оформить, как лучше строить коммуникации? Потому что вот наше русское стремление себя показать, оно на самом деле здесь очень хорошо работает, и у нас намного лучше получается и в эндсфера, и в люксовом сегменте в том числе, нежели у зарубежных коллег. У тебя еще есть шанс стать участником форума. В официальных аккаунтах Russia PR Week в ВКонтакте и Инстаграм доступна ссылка для регистрации. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универт Ньюс. В КСК КФУ Уникс прошел гала-концерт в ежегодном фестивале «Студенческая весна-2021». Подробности в сюжете. С 10 по 19 марта в честь фестиваля «Студенческая весна» в Казанском университете свои творческие программы показали все институты, итогом которой стал большой гала-концерт. Концерт стал открытием республиканского фестиваля «Студенческая весна-2021». Сегодня у нас два отделения гала-концерта. Первое – это конкурсное отделение республиканское, и второе – это гала-концерт нашей «Студенческой весны». На нем объявят результаты конкурса, наградят номинантов, и это, собственно, их праздник. Первое отделение отличилось номерами о важности языка и народного единства. Вначале была рассказана история Татарстана во времена Казанского ханства, когда народы объединились. На протяжении всего отделения говорилось о важности слова и дара речи. Студенты с помощью различных номеров смогли изобразить все многообразие истории и развитие языка. Люди обрели совершенный дар – дар речи. Во втором отделении были показаны самые лучшие номера коллективов от КФУ. Там были представлены вокальные номера, где студенты смогли исполнить и современные песни, и песни на различных языках мира. А хореографические номера отличились яркостью исполнения. Студенты готовились к своим номерам долго и упорно. Эмоции после выступления не скрыть. На азербайджанском языке очень древняя красивая песня в нашей такой новой, около джазовой обработке. Такой, как мы ее видим. Участвую в втором отделении. Репетиции проходили примерно за три недели. Часто собирались, готовились, переживали очень сильно. Хотим показать хорошие номера зрителям. В финале по традиции состоялось награждение институтов Казанского университета. Обладателями гран-при в малой группе стал инженерный институт. В средний – юридический факультет. А в большой победителем стал институт филологии и межкультурной коммуникации. Это филология и межкультурной коммуникации. Лена Камулетинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова